Блять, там петухи закукарекали, вы чё, нефоры это, ваша душа это нефоры, у меня всё в порядке, вот на этой теме двигаюсь теперь. Если что, ребят, я люблю Кизару, а то мне там пишут, что мол я над ним угораю за хейта, просто он весёлый парень с новой красной прической. Кстати, насчёт Олега, он должен был быть на альбоме Блок Кида на фите, но недавно Блок сообщил, что трек выйдет синглом. Ну а мы по традиции сегодня сделаем обзор всех новинок, которые выходили за последние 7 дней. И я хочу сказать, что это одна из лучших и самых насыщенных недель за последний год, это точно. Столько годного музла давно не выходило, ну а пока по новостям. Оказывается, Майот у нас обидчивый человек, ведь недавно они с Будой сделали совместный концерт, где во время выступления Майота зрители кричали и просили выйти на сцену именно Буду. Будда, 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 Будда. После чего Майот написал в инсте, что выступлений больше не будет и спасибо всем, кто пришёл, жаль, что вы пришли не на меня. Да, видимо, всё-таки его это очень сильно обидело. Но я думаю, куда обиднее сейчас Скали Милана. Подробнее про ситуацию я рассказал в предыдущем ролике, советую его посмотреть. Ну а вчера вечером девушка Скали прокомментировала ситуацию, сообщила, что с артистом всё ок и он пока никуда не уехал. Нет, только сейчас мне было сообщение. Нет, да, они не рядом, но с ним всё в порядке, он безопасненький, всё хорошо. То есть я надеюсь просто на то, чтобы всё было хорошо. Не знаю, в этой ситуации я как-то спала. Кстати, помимо Скали Милана, Мизулина взялась ещё и за Агли Степана. Сначала похвалила его музло, а затем осудила за пропаганду запрещённых веществ. И многие, кстати, спрашивали, что я думаю насчёт упоминаний в треках котиков. Ну, могу сказать так. Ваши родители слушали русский рок, Агату Кристи, Проопиум, Сектор Газа и многое другое. Я слушал в детстве Центр, Гуфа, Янг Трэпу, Фьючера и других артистов, где было миллион упоминаний всякого разного. Но в итоге, ребят, я ничего в жизни не пробовал, кроме зелёнки. Поэтому музыка, возможно, и оказывает какое-то влияние. Но я думаю, что дело всё-таки в воспитании. Да, есть история с Жуц Волдом, который, как мы знаем, умер от передоза и который впервые попробовал запрещёнку из-за треков Фьючера, о чём он сам ему сказал при знакомстве. Но это всё же был его выбор. А вы знаете, кстати, где есть огромнейший выбор крутых кроссовок и одежды? Это, конечно, магазин Hustle.shop. Обязательно советую его посетить. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обоиме более 3000 кроссовок и всё это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Итак, расчехляйте свои плейлисты, потому что новинок было очень много. Кстати, все треки одним плейлистом, как и ВК, так и на других площадках, будут в описании. Ну а главным релизом недели для меня стал, конечно же, альбом Салуки. Это просто музыкальное безумие. И, наверное, один из лучших альбомов за последние 5 лет, это точно. В плане концепции, индивидуальности, разнообразия и музыкальности. Это прям музыка. И пусть мне не особо нравится сам Салуки как артист, ну не понимаю я его текста и образа, они слишком абстрактные, размыты. Но с альбома я кайфанул. Это нечто. Особенно трек с ETL и салюты с Федуком и Френдли Тагом. Да и все эти переходы, скиты, советую вот каждому просто взять и прослушать это от начала и до конца хотя бы один раз. Ведь это музыкальный шедевр и реально дикий запад. Мурашки по коже я вам обещаю. Главное от начала и до конца. Музыка На втором месте идет у меня альбом OG Будды «Скучаю, но работаю». Подробный обзор уже есть у меня на канале, советую обязательно его глянуть. Но многие этот релиз осуждают за монотонность и одинаковые по сути песни про одно и то же. Но, ребят, это альбом с такой концепцией. Да он про любовь, да он про какую-то девушку, которая смотивировала Будду доказать ей и всему миру, что он способен на многое. Да, это как исповедь, но пару треков все-таки улетело плылить на постоянку. Тем более, ребят, будет еще второй альбом от Будды скоро, где мы уже получим только хиточки. Семь-два, мой город маленькая, бэби, хочу туда слезать тебя, познакомить с мамой, ближе узнать тебя. Как итог снова норма, я не актер, а ты не роль, мау. Чувствую себя... Третьим у нас идет нежданный альбом Трил Пила под названием «Искренний я», который в ТикТоке говорил о том, что он выпускает лучшую музыку в СНГ, а ее, увы, не выкупают. И в комментах под прошлым выпуском про Скали, где я орнул с вибрато в стиле Поланда от Яти, мне многие написали, мол, ха-ха, ты просто не выкупил. И вот честно сказать, да, Салуки я не до конца понял, именно о чем он говорит, но музыку я понял и прочувствовал. У Трил Пила, как мне кажется, однообразия намного больше, чем у Будды. Ну, что здесь мне не выкупить? Рейдж-биты, но они надоели по факту и звучат однообразно. Да, поначалу удивляли эти синты, перегрузы и так далее, но не сейчас. А вот по тексту, да, депрессивненько, грустно, но хорошо. В целом, любителям Трил Пила альбом зайдет, он интересный, но, возможно, для него требуется время. Как по мне, это все-таки нелегко усваиваемая музыка. Ну и последний альбом недели, это Старая школа. Да, долгожданный совместный от Смоки Мой Гуфа появился в сети. И 20 лет быть на хайпе, это сильно, согласитесь. Ну а по альбому могу сказать следующее. Здесь они не пытались делать что-то современное, как это было на сольнике Смоки, где его дрил залетал в чарты. Здесь именно классика от пацанов, классический рэп. Особенно трек под названием Станция прям вернул меня во времена альбома Дома. Иди ко мне, слушай старые пластинки. Мы гуляем, смеемся, как в старые добрые небольшой банды, шуршим под центровым закоулком. Я не знаю, что... Парвелон забирает наш сон, громко отмечаем на ушах весь дом. Я душу далеко на беру. Лето 42-го года, еду за кладом, на дорогах свободно. Топим по МКАДу, на улице холодно. Два года. Да, два года, ребят, я ждал этот 30-секундный куплет. Да, Рокет вернулся с новым треком и клипом совместно с Лилдракхиллом, который, кстати, исполняет 70% песни и немного, совсем чуть-чуть, в конце раздал своего стилька Рокет. Обожаю. Я скучал за этими, надеюсь, это промо к новому материалу от Рокеты. Потому что куплетик его прям... Но также активировались помимо Трил Пила, еще и другие ребята из бывшего Заката. Это Лизер и Флэш. Во-первых, Флэш готовит четвертую часть серии альбомов Аудиопанк, где, как всегда, он нам показывает, как умеет запрыгивать на новый свежий звук. Пример тому первый сингл, который звучит как Джерси Клаб. Ну а вот Лизер не изменяет своему лиричному и вокальному звучанию, выпустив два сингла под названием «Скучать» и «Улыбаться». Да, любители душевной музыки, думаю, это заценят. Хочет тепла, но не от этих людей. Сердце хочет тебя и скажи, что мне делать. Боль не ушла, но прошел почти год один. Я никогда не знал, что буду так скучать. По твоим словам, что за... Я смеюсь, даже если не весело, значит ли это, что я притворяюсь? Снова кидают в спину мне нож, таков этот мир. И я привыкаю, как бы смотреть в глаза своей маме. Я закопаю поглубь же слабость, и все остальное покрыто туманом. Темное небо... Ну и кстати, раз мы вспомнили про Флэша, который сейчас работает в Л.А., то хочется вам еще и показать пару ребят, которые сейчас работают в Америке и продвигают там СНГ-индустрию. Да, это Балор и Капеллан, которые успели записать трек в столице рэпа в мире, это Атланта, снять клип в Майами и смонтировать его в Лос-Анджелесе. Я думаю, что их старания стоит оценить однозначно, и хочу пожелать тем артистам удачи, ведь знаю, что они реально стараются над своим узлом и имеют свой уникальный звук. Ну а мы пойдем далее по новинкам и анонсам, ведь, например, Олег ЛСП сообщил у себя в социальных сетях, что в этом году выйдет от него новый сольный альбом, а также выпустил первый сингл из предстоящего релиза под названием «Вечная весна». Я не знаю, что стало с Олегом, видимо, он очень повзрослел, как и его музыка, увы. А вот подписант лейбла Моргенштерна «Энтай» продолжает дропать годноту. Да, такой рэпчик я люблю, и новый трючок под названием «Хип-хап» — это прям настоящий хип-хап». Однозначно улетел в плейлист. Ну а вот скриптонит в преддверии выхода своего нового альбома решил подогреть фанатов очередным фитом западным исполнителем «Мясником Бенни». И да, весь трек выполнен на английском языке. Плюс также активировался еще и «Хаски» с новым треком и клипом под названием «О любви», где, как обычно, много загадок в конце, интересная локация с историей и автобиографией артиста. Да, клип необычный, советую вам его посмотреть, ведь в конце там есть какие-то пасхалки. Ну и продолжая тематику глубокой и необычной музыки, хочется, конечно, упомянуть еще «Мияги» и «Эншпиля» с новой работой под названием «По полям». Плюс также новые эксперименты над своим звучанием начал делать нежданно «Пусси киллер», представив необычную и интересную по мелодике и флоу работу под названием «В отеле». И, честно, меня этот трек прям удивил. А вот в честь недавнего дня рождения, да и в честь того, что Баста занимается музыкой уже 25 лет, он решил записать джазовый рэп-трек с известными хитмейкерами Хамали и Навай. Получилось очень нежно и душевно. Также были еще «Бархатные тяги» от «Самки» со скандалом автора этого мема, «Свету глянуть прошлый ролик, чтобы быть в курсе», и еще другие новинки, которые вы найдете в трек-листе, потому что чисто физически прям на все, все новый обзор сделать я не могу. Ну и, конечно, давайте рассмотрим еще «Запад». Альбом Ян Диора. Я его лично ждал. Да, эмо-рэп изживает себя, но Ян Диор до сих пор умеет это делать очень круто и, главное, в ногу со временем. Также еще один из самых продуктивных рэперов NBA Youngboy после череды микстейпов и других сборников дропнул, наконец-то, новый шестой полноформатный альбом, куда попало целых 33 новых треков. На фитах, кстати, найдете там Никки Минаши и пост Малона, который, кстати, стал первым артистом в мире, который имеет 8 бриллиантовых наград за треки. Ну а звание главного хита недели забирает, конечно же, The Weeknd и Future с промо-синглом к саундтреку грядущего сериала под названием «Идл». Очень крутая и волшебная работа. Ну, Викинд умеет делать свое дело. Ну а вот 6ix9ine, как я и предполагал, полностью изменил вектор своей музыки и ушел в более позитивный латиноамериканский вайп. Плюс также он там раздал кучу детей во время съемок клипа детям, что ему, кстати, очень сильно идет. Ну и на этом, ребят, у меня все. Но согласитесь, что неделя была просто безумно горячей. Ну и все новинки по традиции в нашей группе в ВК, в описании и, конечно, в Телеграм-канале. Еще не забудьте подписаться на канал, чтобы обновлять далее свои плейлисты новой музыкой. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok